Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами снова влог, и я сейчас нахожусь в Мариночкиной квартире. Мариша поехала в Польшу, Настя в школе, а я в квартире здесь. Немножечко убирала, поэтому мне стало жарко, и я так вот в таком летнем, так сказать, виде. Но сейчас сяду пить кофе и уже надену кофточку. Значит, что у нас в этом влоге будет? Давайте подумаем, потому что я еще не знаю, что в этом влоге будет. Что-то из несколько дней назад, что-то сегодня. А завтром не час, давайте по кофейку. Ой, у меня он такой горячий, хоть бы не обжечься. Но ничего, так глоточек сделала. И вы знаете, девочки, мальчики, это так приятно, когда вот что-то полезное сделаешь, немножечко устанешь, а потом сядешь и кофе. Ой, ножку на ножку, так знаете, так хорошо. Такое блаженство. Еще раз по кофейку. Сейчас покажу вам, девчонки, мой новый маникюр. Вчера сделала. Вчера вечера. Как я обещала, мой новый маникюр. Так, так. Оу, не видно ничего, да? Вот так видно. Розовый, красивый розовый лак. Вот такой вот прям красивый. Я почему без колец? Потому что я убирала, поэтому я сняла кольца. Они мне мешают, конечно же, когда я убираю. Вот. Но кольца я вам сейчас покажу. Вот еще. У меня вот такая подвесочка. Серьги все те же, которые новые, которые Сережа мне подарил. У Маришки вон еще мимоза стоит. Ну, правда, местами некоторая подсохла, а некоторые еще вполне даже прилично смотрится. И зеленые веточки. Все имеет красный оттенок, потому что у нее вот такие вот шторы, знаете ли, с красными и золотистыми полосками. Поэтому. Поэтому. Вот. А я вам еще сейчас покажу. Я вам сейчас покажу, что мне вчера подарили. Кто пальма в углу стоит? Сейчас покажу, что в моей косметичке. Давно не было видео с такой темой, такой темой, такого плана. Смотрите. Вот этот маленький миниатюрный тюбик. Здесь, значит, это хенд лосьон. Короче, лосьон для рук. Слушайте, он пахнет кокосом. Он так хорошо. Именно лосьон, он моментально впитывается в руки. Это мне вчера подарили на рефлекторе, потому что у меня в марте был день рождения. Мне еще подарили мыло, но оно осталось дома. А вот этот хенд лосьон я кладу к себе в большую мою огромную необъятную косметичку. И подарили мне вот такую прелестную пилочку. Тоже вот такую миниатюрную. И, в общем, я очень рада, потому что пилочки мне всегда нужны. Вот всегда нужны мне для рук и лосьоны, и пилочки. Это я всегда ношу с собой в косметичке. А вот для рук я не носила ни лосьона, ни крема. У меня не было таких маленьких тюбиков. Поэтому вот я очень рада, что он у меня появился. Так, вы, наверное, узнали. Вы узнали. Это мои Елисейские поля на разлив. Посмотрите, как их мало осталось. Я ими пользуюсь, я обожаю. У меня и тех в бутылочке, которые в культурной упаковке мало осталось, и этих мало осталось. Но очень мне нравится этот аромат, очень. Так, что у меня еще здесь есть? У меня ножик огромный. Вот этот вот для него, как это, ножны, да, сделала я сама из изоленты там и картона. Вот, потому что вот этот ножичек я ношу с собой, это пирочный ножик, ножик пирочный. Но, знаете, он бывает очень нужен. Например, я хочу срезать какую-то веточку. Ну и вообще, мало ли что. Вот. Зарезать кого-нибудь. Так, девочки, это шутка. Дальше. Сейчас я вам покажу, какие на мне сегодня были кольца. Я их тоже вот достала из косметички. Мое любимое кольцо с рубином. Мое любимое кольцо серебряное с искусственными камешками и с золотыми накладочками. Ой, вот. Мое любимое кольцо с натуральными рубинами. Серебро из Турции. И мое любимое кольцо с натуральными сапфирами, которые только на просвет. Если на солнце смотреть, то видно, что они темно-синие. А так они кажутся черными. Но очень красивое колечко. Так, что у меня тут еще? Девочки, у меня здесь куча помад. У меня помада ярко-красная. У меня помада коралловая. Я их не буду, потому что я ими пользуюсь. Что я буду их... У меня помада, вот, кому-то из девочек понравилась флёр. Но эту я могу показать, потому что она такая еще сравнительно новенькая. Вот такого цвета, прямо как мои ногти сегодня. Посмотрите. Ну, вот, подходит, да? Так, куда-куда-куда. Наоборот, задвигаемся. Так, что еще у меня здесь? Ну, конечно же, у меня здесь еще пилочка старенькая лежит. Но я ее уже уберу, раз у меня появилась новая, красивая. А это у меня половинка пилочки, потому что, ну, я не буду целую пилку большую класть. Вот, я поломала и положила кусочек. А теперь зачем мне этот огрызок, если у меня есть целая красивая пилочка, полученная мной в подарок. Правильно? Вот. Вот еще одна прелестная помада от Avon. От Avon. Прелестнейшая помада. Я не знаю, видно вам или нет. Вот. Ой, вообще, обалденного качества. Я ее обожаю. Где ты? Где ты? Обожаю просто ее. Она тоже такая, знаете ли, розовый коралл. Только такой более насыщенный. Так, что еще у меня тут в косметичке? Еще одна помада. Еще одна помада. Вот такая. Так, что там, какого цвета мы тут? А мы тут? Ой. А мы тут тоже розово-коралловые. Вот такого цвета. Красивый коралловый цвет. Так, зеркальце у меня здесь. Зеркальце вот такое вот. Это я там с фотоаппаратом. Так. И там у меня, как это, немножко таблеточек лежит на всякий случай. Знаете, случай, как Сережа мой любит говорить, а случай бывает всякий. Вот. Там у меня немножко. Еще, еще о лосьоне. Посмотрите, что получилось. Вот так увлажнил. Я продолжу немножечко, да. Вот так увлажнил лосьон. Вот моментально ручка стала прям молоденькая. Очень у меня сухая кожа рук. Просто до невозможности. Насколько жирная кожа лица, настолько у меня сухая кожа рук. Это кошмар какой-то. И моментально этот лосьончик увлажнил. И прямо ручка, прямо приятно смотреть. И да, и вот. Сейчас покажу сюда. И вот здесь. Ну и все сейчас обратно в эту, в косметичку. Ой. Вот. И буду пить кофе. Продолжать пить кофе. Ну, пока все. Продолжу это видео уже дома. Как обещала, покажу бижутерию. Это я показала просто те украшения, которые на мне сегодня. Вот. А дома уже покажу, как я сказала. Получится такой бижутерный сериал. Итак, друзья. Как я уже сказала, наша постоянная рубрика бижутерия. Бижутерия. Сейчас будут кольца. Вот такое кольцо. С красным, огромным камнем. Ну, стекло, конечно. Сами понимаете. Не серебряная. Не серебряная, нет. Просто вот такая вот бижутерия. Ну, большущая такое. И сейчас я его покажу вам. Вот так оно смотрится. Красное, красивое красное кольцо. Так. Так, сейчас покажу кольцо с розовым камешком. Вот такое кольцо с розовым камешком. Это я вам говорила, что когда-то мы с Сережей были в Крыму и в Ялте, он мне накупил, по моему желанию, целую кучу вот таких красивых посеребренных колец. Женевин. И вот это сохранилось в таком своем первозданном виде. С таким красивым розовым камнем. Было такое, ну, такое из этой серии с голубым, с желтым, с голубым-желтым. И вот это с розовым, по-моему. А, и с черным. Сейчас я вам покажу два комплекта. Два? Да, два. Да. Кольцо и серьги. Один комплект. И кольцо и браслет. Второй комплект. Вот такое кольцо. Здесь много разноцветных камешков. И к нему есть серьги. Сейчас покажу. Я поближе лампу поставила. Лампа дневного света. Потому что у меня сейчас очень мало времени. Так складываются обстоятельства. И я с утра не могу снимать видео. Но поскольку я уже так давно не выходила в эфир, несколько дней, я решила снять вечером. Под лампой дневного освещения. Вот под этой. И вот эти серьги. Такое темно-красное стекло. И вот такие разноцветные стеклышки. Все в лапках. Все в лапках. Сейчас фокус. Фокус. Все в лапках. Все красиво. Вот я... Да, и застежка хорошая. Застежечка, как я люблю. Не клипса. А клипса со штырьком. Так, где? Где? Стоп. А, вот. Вот клипса со штырьком. Видите? Вот так они носятся, эти серьги. И я их носила. И еще буду носить. Потому что они действительно очень красивые. И сделаны очень качественно. И вот так вот мультиколор колечко и мультиколор сережечки. Бижутерия. Очень даже красиво. А вот это колечко. Как сейчас говорят, я слышала неоднократно от девочек. Гранатовое стекло. Ну, стекло цвета граната. Много камешка. Здесь вот такое вот колечко. Гранатовое стекло, как сейчас принято говорить. И к нему есть браслетик. Я немножко отвлекусь, друзья, чтобы показать вам закат. Обычно мы с вами смотрим восход. А посмотрите, какой красивый закат. Из другого, из противоположного окошка. И фонарики вдали сверкают. Это очень красиво. Это просто чудесно. Вот такой вот яркий малиновый закат. Ну и пойдемте вернемся к бижутерии. Я его надену на палец и покажу, как оно смотрится. Как я уже сказала, гранатовое стекло. В этом году, осенью. Это я помню хорошо. И там же, это в Коблево я покупала. Именно осенью не на побережье Коблево, а в самом поселке Коблево. Когда проезжали через Коблево в Одессу. И вот это кольцо. И сейчас покажу вам браслетик, купленный тогда же. Тоже вот такой браслетик. Гранатовое стекло. Все это в лапках. Все это так качественно сделано. А дальше вот идет цепочка. Я недавно носила этот. Ну, перебирала, когда бижутерию. Вспомнила об этих изделиях. И поносила несколько дней. Колечко я меньше носила. А вот этот браслетик несколько дней носила. Красивые, красивые вот эти вот вещи. Действительно очень красивые. Вот так смотрится. Так, тихо-тихо. Вот так смотрится это. У нас временно, пока Мариночка в отъезде. Теперь она будет мелькать у меня в кадре. Сегодня вечером мы с ней будем играть опять в шахматы. И мне покажут в третий раз детский мат, который я никак не могу запомнить. А я покажу ей детский мат. В третий раз? В третий раз. А я его не могу запомнить? Ну, ничего. А что там запоминать, Господи? Я знаю, как делается рокировка, как делается мат, а детский не помню. Ну, ничего. И начнем, друзья, с того, что Настюша покажет нам гель. Похвастайся, откуда он у тебя и что ты им делаешь? И что тебя вообще волнует, почему ты им пользуешься? В общем, у меня была челка, которой у меня как бы из детства не было. Да короче, короче, краткость, сестра таланта. Не отвлекай меня. Молчу. Вот. В общем, у меня была челка, и я решила ее отращивать. Я ее отращиваю, но у меня волосы вьются, и после мытья головы этот стиль называется баран. В инстаграме у меня есть дофига. В инстаграме у меня фоточки три, там, где у меня все вот так вот закручено. А мне на следующий день идти в школу, а утюжок мне не помогает. Ну, как бы помогает, но тут сбоку остается торчать, вот такая вот хрень. И я маме пролежала все уши. Хрень это не ругательство. Это просто... Это слово паразит. Да. Но не ругательство. Это для некоторых хрений. Тихо, тихо, тихо. Нет, ну, просто был инцидент. Не важно. Подожди, дай я скажу. Был инцидент, зрительница написала, что Настя матерится. Она не матерится, но вот такие слова паразиты, она иногда употребляет. Ну, старайся не употреблять. Давай, поехали дальше. Ну, в общем, и этот гель... Покажи гель нормально, не тряси его. Чей это? Ты говорила немецкий? Немецкий. Откуда взяла? Кто? Я его? Ты, откуда он у тебя появился? Ему пошла мама купила в Атсенсе. Ну, так и скажи, что мама купила где? В Атсенсе. А, ну, короче, в магазине, в том, в котором вы всегда отовариваетесь, да? Ага. Немецкий, да? Немецкий. Ну, хорошо, покажи его. Вот этот гель. Гель мне манекирует. Да, 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 хорошо. Поверни другой стороной. Задний он такой интересный. Все. И можешь сказать пару хороших слов об этом геле? Он очень хорошо фиксирует челку, и она собирается в итоге в одну такую... в один такой пучок, и я могу легко ее заколоть вот так вот сзади крабиком, когда она в этом геле. Настя любит открытый лоб просто, да? Я люблю, когда у меня сбоку нет никакого барана и волос в виде... Ну, понятно, ты не любишь, когда у тебя завиваются челку. Я не люблю, когда мне на уроках волосы лежат. Покажи теперь свой маникюр, который мы сегодня... Я свой, а ты свой будем обновлять, да? Давай покажи. Я его не... Ну, вот тут он лучше больше. А, ну, не видно. Это против света. Ну, ладно. А что ты лак выставила вот этот? Ты хочешь этот лак или нет? А, нет, я просто и дома принесла. Я хочу посмотреть, какой он лучше. Ну, ладно. Вот, ну, все. Мне они оба понравились. Все, это маленький слой рефлектор. И вот у меня сверху был черный пиджачок. Я его сняла. Сейчас, потому что тепло и жарко. Вот. И вот на мне вот эти вот бусики сиреневые. Моя любимая кукуруза. Сережечки с сиреневым камешком новенькие. Вы знаете о них. Вот они. Вот они. Вот. И, как всегда, обязательно у меня в тон вот эта вот сиреневая бархатка. И еще более того, у меня сиреневый шарфик бархатный. Я вообще обожаю бархат. Да. И еще в этом влоге, кстати, я покажу... Настюш, не свети мне. Я покажу Насте на выступление... Что это у вас было? В общем, школьные постановки от шестых классов. Да? На английском. На английском языке. И я покажу, как Настя участвовала в этой школьной обстановке. Предупреждаю, там будет только мое лицо. Настя. В школьной постановке. И я тебя прошу, не перебивай. Ты сирен сюда закнулась. Пожалуйста. Вот. И... Как мне, Настюху, это сдерживать, когда я говори? Ты ее лучше обними и поцелуй. Ха-ха-ха. Она просто у нас активная очень. Вот. И шо, и шо делать? Обнимать и целовать надо. Логично. Я с этим тоже согласна. Она у нас хорошая. Привет. Сережа, сделай ручкой, и мы с Настюхой пошли. Ха-ха-ха. Так. Вот наши шахматы. Ну что ж, партия начинается. Ха-ха. Е2, Е4. Ну, вообще, принято ходить впритык к пешке. Вот как бы для начинающих игроков. Да. Настюху немножко оторвали телефонным звонком, чтобы поукрлит задано было. Да. Вот. Ну, и сейчас... У меня тройка печенька. Да. И, значит, убери тапочку свою. О, кот. К моим печеньком, Паталис, свали. Ну, не тройка, а та. Настя. Я не могу с ней снимать видео. Печеньки. Ну, Настя, ну ты играешь или что? Так. Поги. Ну, пошла я, королева я пошла, вот. Зараза. Ну, ладно, я так. Ой. Что это было? Ну, вот так. Ой, кто же королев ходит, не сделав рокировку? Здрасте, приехали. Ну, тут типа просто... Закрываться надо. А хотя тебе нечем зак... Как это нечем зак... А пешка, ну. Не, просто, знаешь, я тут играла... Нет, короля ты... Пока короля, нужно рокировку делать. Поэтому ты должна его защищать. Вот тут ты уже малая рокировка. Ты пешку ушатаешь. А? Ты же пешку ушатаешь. Ну и что? Ну и что? До последнего момента, Борис. Конечно, как же я ее ушатаю, если у тебя вот тут она под защитой стоит. Здрасте. Конечно, так играть и снимать, это так немножко. А мне без печенья как играть? Здрасте. Они вкусные. В общем, партия такая забавная. Ага, ага. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Ладно, игра продолжается. Сейчас мы будем играть дальше, потому что я так не могу отвлекаться туда-сюда. Я не вижу доски. Особенно через объектив. Ладно, мы еще... Да нет, не в очках, поскольку Настя учится в английской школе, у них все сценки будут проходить на английском языке. И, конечно, когда Настя будет участвовать в сценке в очередной, я ее побольше сниму, это понятно. Но пока сижу, наблюдаю других. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, не знаю, Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, что я очень плохо, и я не знаю, кто из моих три сына будет вставить мою место. Батя, как он? Не так, что доктор говорит, что нет hope. Нет hope? Это должно быть что-то мы можем сделать. Компания. Как вы ожидаете, когда мой дорогой паспорт умер? Я понимаю, как вы чувствуете. Я пойду в дом. Я не могу просто здесь оставаться, чтобы он умер. Здесь, он нужна тебя. Почему ты идешь, когда он такой паспорт? Метистер Plasso и molto sick, и никто не может смог ComoMoaand megстанкнуть его. М puisка. Музажка. 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 Пока. Музажка. Где я могу سے śвы, чем пара? Музажка. Не 않을�οι. В последнее время будутсть. Музажка. Музажка. Мой паспорт какому не mourну. Я подарю его воду. Но если он знает, что я спасу его жизнь, он сделает меня кином. Я хочу, чтобы рассказывать моего рода. О, ты в доме. Я хочу поговорить с моего рода. Он сейчас спит. Слушайте, когда он встает, скажи ему. Я хочу, чтобы найти вода жизни. Я не спасу его жизнь. Будьте счастливы. О, пожалуйста, почему ты пошел так сильно? Что ты говоришь, Георгий? Что ты говоришь? Как я знаю. Сwise, ты будешь счастливы. Ты не смеешься. Что ты скажешь? Ты не можешь вернуться к тому, чтобы ты не были счастливы. Ты можешь вернуться. Кто есть счастливый? Кто есть и то? О, нет. Я не могу работать. Я никогда не увидишь, что я не буду плакать. Я никогда не буду кином. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok